Машина снабжена дизельным двигателем D245-110 лошадиных сил. Имеет привод механический на ротор и на шнек. Шнек диаметром 800 мм, 700 мм диаметром ротора. Улитка и рукав для выброса снега. Впереди защитный козырек от отбоя снега при вращении ротора. Высота убираемой поверхности от ножа до верхней кромки метр двадцать. Машина дополнительно оснащена фарами ближнего света, противотуманными, для работы в сложных метеоусловиях и в условиях плохой видимости. Габаритные огни впереди белые, сзади габаритные огни красные для транспортировки машины по дорогам общего пользования. Машина имеет топливный бак 120 мм, что позволяет машине работать в течение 8 часов. Система воздухоочистки, воздухоподготовки. Воздушный фильтр бумажный забирает теплый подогретый воздух из надрадиаторного отсека. Надрадиаторный отсек имеет два вентилятора. Малый режим работы вентилятора, большой режим работы вентилятора. Подкапотное пространство имеет в наличии бачки расширения гидравлической системы и бак расширения охлаждающей жидкости. И также пробку и щуп для доливки масла в гидросистему смазки двигателя. Двигатель оборудован гидростанцией, насосом ША-10, фильтр масляный. Это масляный фильтр для гидростанции, для гидросистемы. Далее гидросистема имеет масляный бак, который находится под основным баком. И гидрораспределители. Гидрораспределители четырехсекционные с электрическим приводом. Они позволяют выполнять изменения геометрии улиц и поднятие козырька, что позволяет регулировать выброс снега на нужную вам дальность. Дальность выброса снега до 50 метров. Расчетная характеристика до 1500 км снега в зависимости от его плотности. Привод на ротор и шнек осуществляется через трансмиссию. С двигателем состыкована трансмиссия, 5-ступенчатая коробка передач, которая позволяет иметь нейтральную передачу, нужные передачи в обращении в нужную сторону и реверсивное движение. Реверсивное движение необходимо для того, чтобы можно было извлекать посторонние предметы, которые попадаются в снеге и наматываются на шнек. Далее идет раздаточная коробка и посредством кардама делит поток на два потока. Один поток идет через цепную передачу на вращение шнека, который находится под кожухами. А второй поток идет через редуктор конический на вращение вентилятора. Вращение вентилятора в три раза быстрее, чем вращение шнека. Машина также скомплектована и имеет компрессор, ресивер, систему защиты и крамп для отбора сжатого воздуха. Сейчас мы вас познакомим с принципом подготовки машины к работе. Открывается капот, снимается шнексатор. Открывается капот. Перед запуском машина обязательно убедится в заправочных жидкостях. Это тасол минимум, это гидравлическая система, которая производит наклон улитки и поворот козырька. Здесь находится заправочная горловина двигателя, масла двигателя. И вот здесь находится щуп уровня масла по меткам. Если это все в порядке, машину можно подготавливать к запуску. Учитывая, что машина сделана для работы в зимних условиях, машина имеет подогреватель электрический 220 вольт. Подключается в сеть 220 вольт. И в зависимости от температурных условий окружающей среды машины, если машина находится в более-менее мягком климате, то это незначительно продолжительно. Но это подбирают индивидуально. Если на улице там минус 30, минус 40, то больше часа нужно подогревать машину, прежде чем осуществлять запуск. Котел-подогреватель доводит температуру до нужных режимов и тогда осуществляется запуск. Аккумуляторный отсек находится между двигателем и кожухом шнека. Контактор массы находится на кожухе шнека. Контактор массы имеет электрический привод. Ручник выжимает фрикцион. Для того, чтобы выживной подшипник не работал долго, запустили двигатель. Двигатель получил устойчивые обороты около 1000 оборотов в холодное время. Вы нажимаете на кнопку и опускаете плавно рычаг. Все, поток замкнулся, коробка передач вошла в зацепление. Но она стоит на нейтрале и вращение на шнек и на ротор не осуществляется. Вы прогреваете машину до нужных вам оборотов, изменяя обороты в меньшую сторону вниз, в большую сторону вверх. Точно такая же кнопка находится на блоке управления. Это блок управления, выносной. Он находится в кабине оператора. И оператор может управлять оборотами двигателя из кабины, ориентируясь по показаниям тахометра. С расстояния 2-3 метров великолепно видны показания тахометра. И лампа красная, стоп-двигатель, она всегда и на оператору. Все, машина готова к работе. Далее, если вам нужно транспортировать машину на расстоянии 10-15 километров, вы на улице отрицательной температуры, допускается транспортировка машины с включенной нейтральной передачей. Вращение шнека и ротора в транспортировочном режиме не допускается. Значит, вы оставляете... Да, это нейтральное положение. Вы закрываете шкаф управления, пульт управления, помещаете в кабину в удобное место. Значит, желательно расположить его где-то в пределах досягаемости от оператора, чтобы ему можно было удобно одной рукой нажимать нужные ему кнопки. Подцепляете машину к разъему вместо ковша и начинаете транспортировать машину при включенных габаритах, транспортировать машину в нужное вам место. Значит, следующая операция – это работа и настройка машины на месте работы. То есть, одно дело, вы завели машину и протранспортировали ее, другое – значит, вы приезжаете. Приезжаете, видите, как бы, ситуацию на дороге, какой высоты снежный покров, плотность снега, ну и все вытекающие отсюда последствия температуры – это все влияет на работу машины. Значит, дизель забирает, как я уже повторяюсь, наверное, теплый воздух из-под радиаторного отсека. Машина у вас прогрета до 40 градусов в транспортном режиме, она более высокую температуру не покажет без нагрузки. Значит, вы, запуская снова двигатель, потому что без двигателя не показать, как включаются и привода, и органы управления. Значит, повторяете всю операцию снова. Если, допустим, у вас двигатель по какой-то причине заглох, снова включаете маску, включаете зажигание, убедившись, что на пульте зажигание тоже включено, прошла команда на старт, поворачиваете кнопку старт, машина заработала, изменяя обороты двигателя. Добиваетесь устойчивой работы. Главное, что машина положенная, это тысяча дорог. Выбираете режим работы, выжимаете, выжимаете снижение, выключаете передачу. Это первая передача. Выжимаете, выращаете, потому как снижение вылезет. Выжимаете. Снижение приводится в обращение. Снижение приводится в обращение, но машина стоит на месте, снег не попадает в снеговую полость, и выброса снега нет. Вы подводите в сроке управления, которое находится в кабине машины, но транспортного ответа, который будет миксировать данную машину. и посредством нажатия любой из кнопок. Далее управление переходит на пульт управления. Представляете, что вы находитесь в кабине машины. Вы определяете, выброс снегом и ротором вводит в правую сторону. Регулируете. Все это нужно на оборотах, на колуфе. В этом диапазоне не более. Нажимая кнопку козырька, поднимаете его вверх, на то на нужный вам удобно. Это вполне в основном диапазоне и регулируется происходить управлеченное движение за счет инсталинта. Вы выбрали ответственную лупу. Потом по дальности, если вам нужно выбрать во снег очень далеко, вторая группа. Вторая группа. Вы набираете все должные лупы и снова регулируете. Вот это максимальная дальность до 60 метров, полторы тысячи кубометров расчетная съемка с мистиллятора. Возвращаете первоначальное положение и возвращаете в саспортное положение машины. В случае аварийной загорания шонаря стоп-двигатель. Стоп-двигатель. Выключаете. Машина заглохла. Но без аварийной остановки это разрешается только в аварийной ситуации глушить двигатель не выключая коробку передач. В спокойном режиме вы выходите из машины, выжимаете фрикцион и выключаете коробку передач в нейтральном положении. Далее опускаете. Все. Транспортировка машины к месту стоянки зависит тоже от температуры и в каком ну в каких условиях хранится машина. Можно точно так же с работающим двигателем с выключенной трансмиссией, чтобы не было вращения. Габаритные не горят. Фары с работающим двигателем светят на в виде в свете. Фары противотуманные, потому что снежный пыль не позволяет освещать себе работу белым светом. Ну в общем-то вот краткий такой курс эксплуатации машины. Субтитры создавал DimaTorzok